Всем привет, здравствуйте, с вами Лера, добро пожаловать на канал, и сегодня мы с вами посмотрим тетрадь по математике, это цепочки примеров, кому нравится контент такого формата, не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прижимать лайки, потому что обратная связь это очень-очень важно. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал. Конечно, хочу поздравить вас с приближением нового учебного года, я надеюсь, вы все купили, надеюсь, у вас все готово, хочу пожелать вам хорошего настроения, ну и, конечно же, хороших оценок. В следующий раз мы с вами увидимся 2 сентября, я надеюсь, вы не успеете соскучиться, наконец-таки я покажу вам рабочие тетрадочки предметные, которые вы так ждете, и так рады будете видеть, я надеюсь. Ну а мы с вами начинаем, поехали! Всем привет, здравствуйте еще раз, по традиции с вами здороваюсь второй раз. Сегодня мы с вами посмотрим цепочку примеров, как я уже сказала, да, решим математическую цепочку. Здесь, в принципе, страничка не особо отличается разновидностями заданий. Тут вот такая вот большая математическая цепочка. На самом деле я не очень люблю такие большие математические цепочки, если честно, я люблю, когда оно разделено немножечко, вот так, например, да, чтобы ребенок как бы имел возможность немножечко там отдохнуть, не забыть, не запутаться. Ну, ничего страшного, в принципе, можно в любой момент остановиться, да, подумать и начать оттуда, где остановился, где закончил. Но все равно. Детки ведь они все визуально воспринимают, и когда они видят вот такие вот большие математические цепочки, или вообще, в принципе, большие какие-то задания, то у них сразу заведомо в голове возникает вот эта вот мысль о том, что ой, как много, ой, как много. Как по мне, так лучше, вот если какое-то большое задание, да, то их лучше разбивать на несколько. Ну, это лично мое мнение, да, из моего наблюдения в работе с детьми. Тут нас встречает вот такой вот енотик, если хотите, можете придумать ему имя. Кстати, что я подумала, вот эти вот маленькие картиночки, они ведь могут здесь быть еще и для того, чтобы устраивать такую небольшую паузу, небольшую переменку, да, из-за того, что можно отдохнуть, мозг, чтобы немножечко отдохнул, да, расслабился, можно взять карандашки и раскрасить. Это как смена деятельности. Детки, они очень быстро устают, дети, они, в принципе, очень быстро привыкают к любому виду деятельности, поэтому немножко видишь, что устал ребенок, раз, раскрасил хвост, потом тын-тын-тын, немножечко устал, видишь, раз, раскрасил мячик. То есть тут в этом плане дети, они быстро устают и перекидывают свое внимание очень, знаете, так легко и быстро. Это вот тоже из практики работы с детьми, когда, знаете, их на 1 сентября, там, или в начале спрашиваешь, ну, вот с родителями собираешься, да, они говорят, Лера Николаевна, что купить, там, игры какие-то, еще что-то. Ну, давайте с детьми посовещаемся, с детьми совещаемся. Что вам надо? Это надо, это надо, да, да, нам это надо, нам это надо. Два-три дня нам это уже не надо, мы все уже разорвали, мы все уже покидали, все потеряли, нам уже неинтересно. Или, например, кто будет на Новый год там, да, вырезать снежинки? Кто будет вырезать снежинки? Я, я буду, я буду. Две-три минуты, все уже, Лера Николаевна, я не хочу, можно я не буду? Господи, да, конечно, можно, ради бога, никто никого не заставляет. Но вот это именно из разряда, что им вроде бы как, вот, да, хочется, хочется, а через три минуты они уже, им это надоедает. Ну, наверное, кого есть детки или кто работает учителем, вы тоже это, конечно же, замечали. Ну, вот это к тому, что можно тут вот пораскрашивать, да, если надоест решать. Но тут, в принципе, работа такая не на весь урок, да, не на 45 минут, не на 40, иногда и час занимаемся. Ну, понятно, что с пробелами, да, с маленькими переменками. И также здесь у нас, значит, догадайся, какие числа нужно вставить в окошке. Вот, ну, мы вернемся к этому заданию еще, да. Сначала давайте посмотрим, все ли у нас сделано без ошибок. Ребенок уже решает это самостоятельно, то есть особо объяснять, как технологию выполнения задания ему не нужно. То есть он уже прекрасно знает, это не первая его математическая цепочка, да. Математические цепочки, между прочим, очень ему нравятся. Конечно же, работаем мы с черновиком, что-то стараемся решить в уме, да. Вот если там какие-то элементарные примеры, то я прям говорю, нет, дорогой, давай с тобой подумаем в уме, да. Все-таки в уме нужно уметь считать, вычислять. Это очень полезный навык. Но пока дети умеют считать в уме только деньги, да. Если мы не умеем решать математические примеры, то деньги считать дети по-любому умеют, все абсолютно. Итак, начинаем мы с 17. 17 прибавить плюс 19, да. Что-то я как-то по-нерусски сказала 17 прибавить плюс 19. 17 плюс 19, это у нас получится 36, да. 7 плюс 9 будет 16. 6 пишем 1, вспоминаем 1, плюс 1 будет 3, ой, 2, да еще 1, 3, 36, правильно. Дальше у нас идет таблица умножения. 36 разделить на 4, получится 9, совершенно верно. Ну или 9 на 4, да, как угодно. 9 на 4 умножаешь, будет 36, все равно. Дальше у нас опять идет таблица умножения 9 на 7. Я уже говорила, что если ребенок не знает таблицу умножения на 9, то можно спросить его таблицу умножения по второму множителю, да. Если он на первый множитель не знает, ну или на один множитель не знает, то на второй по-любому знает, если он меньше, да. К 9 дети всегда, так знаете, скептически относятся к таблице умножения на 9, им кажется, что она очень сложная. А вот на 7 по-любому многие знают, да. 9 на 7 или 7 на 9 будет 63. Дальше 63 минус 12. Ну, 3 минус 2 будет 1, да. 6 минус 1 будет 5, 51. 51 плюс 3, это все в уме можно посчитать, будет 54. Дальше у нас опять таблица умножения. Что нужно умножить на 9, чтобы получилось 54? Ну, конечно же, 6, да. Итого, если 54 разделить на 9, то у нас получится 6. Вот она, да, шестерка. Дальше к 6 мы прибавляем 28. Легче 28 прибавить к 6, нежели чем 6 к 28. Потому что в голове мы всегда можем сложить это в столбик. Я не знаю, как вы визуализируете устный счет в своей голове. Я всегда складываю это в столбик. То есть, да, 8 плюс 6 будет у нас 14. 6, это 2 и 4. То есть, 8 плюс 2, это у нас будет... 8 плюс 2, это у нас будет 10. Еще 4, 14. 4 пишем, 1 запоминаем. И у нас остается 2, когда еще плюс 1, это будет 3. Итого будет 34. Дальше, 34 минус 6. Вычитать всегда сложнее, чем прибавлять. Это вы можете мне даже не рассказывать, не доказывать. Это я знаю тоже на личном опыте. Что вычитать сложнее, чем прибавлять. 34 минус 6. Из 4, 6 мы отнять не можем. Мы занимаем. Да, у тройки получается 14. Минус 6 получается 8. И там у нас уже не 3, а 2. Итого получается 28. Опять вернулись к 28. Видите, тут соприкасается все. Дальше таблицу умножения вспоминаем. Что мы должны умножить на 7, чтобы получилось 28? Ну, конечно же, 4. 4 на 7, 28. Или 7 на 4, как угодно. 28. Так, тут мы записываем четверку. Опять таблицу умножения. 4 умножаем на 8. Получается у нас 32. 32 плюс 13. Тоже все легко. 2 плюс 3 будет 5. И 1 плюс 3 будет 4. Итого 45. Вспоминаем таблицу умножения. Что мы должны умножить на 5, чтобы получилось 45? Ну, конечно же, 9. 9 умножить на 5 получается 45. Итого здесь будет 9. То есть 45 разделить на 5 будет 9. Дальше табличка умножения. 9 умножить на 8 у нас получается 72. 72 минус 26 у нас получается 46. Из 2 отнять 6 мы не можем. Мы занимаем десяток у семерки. 12 минус 6 получается 6. А там у нас уже не 7, а 6. 6 минус 2 получается 4. Итого 46. Это тоже в уме можно. 46 минус 10 получится, конечно же, 36. Да? Если из 6 отнять 0 будет 6. И из 4 отнять 1 будет 3. 36. Вспоминаем таблицу умножения. Что мы должны умножить на 6, чтобы получилось 36? Конечно же, 6. Это очень даже в рифму. Да? 6 на 6 будет 36. Тут пишем 6. Опять табличка умножения у нас. 6 на 9 получается 54. Дальше 54 минус 34. 4 минус 4 получается 0. И 5 минус 3 получается 2. Итого у нас получается 20. 20 разделить на 4. Что нам нужно умножить на 4, чтобы получилось 20? Конечно же, 5. 5 на 4 – 20. Но таблицу умножения на 5 все детки знают плюс-минус. Хорошо. 5. Дальше у нас таблица умножения. Опять 5 на 7 – 35. 7 на 5 – 35. 35 плюс 28. 5 плюс 8 будет у нас 13. 3 пишем, 1 запоминаем. 3 плюс 2 будет 5. Да еще 1, 6. 63. 63 разделить на 9. Что нужно умножить на 9, чтобы получилось 63? Конечно же, 7. 7 на 9 – 63. Итого мы пишем здесь 7. 7 умножить на 6. Получается у нас 42. Дальше. 42 минус 16. Получается 26. От 2 отнять 6 мы с вами не можем. Поэтому мы занимаем у четверки десяток. 12 минус 6 будет 6. И здесь у нас уже с вами не 4, а 3. 3 минус 1 получается 2. Итого 26. 26 минус 8 получается 18. Все правильно. 18 разделить на 9 будет 2. Потому что 2 умножить на 9 будет 18. Дальше. 69 плюс 2 тоже в уме легко посчитать. Будет 71. Дальше. 71 минус 49 будет 22. От 1 отнять 9 нельзя. Занимаем 11 минус 9 будет 2. Здесь у нас уже не 7, а 6. 6 минус 4 – 2. 22. 22 минус 6 получается 16. 16 разделить на 2 получается 8. 8 умножить на 7 получается 56. 56 плюс 25 получается 81. А тут ребенок пишет 80. Значит, мы вот здесь зачеркиваем. И давайте объясняться. 56 плюс 25. Но вы даже сами невооруженным глазом здесь можете увидеть. Да, что вы можете увидеть? Что 6 плюс 5 – 10. Никак не получится. То есть, 0 у нас с вами здесь никак не получится. 6 плюс 5 будет 11. То есть, мы 1 пишем, 1 запоминаем. 5 плюс 2 – это будет 6, 7. Да еще 1 – 8. И вместо 80 должно получиться 81. Я боюсь представить, что здесь. Но здесь вроде бы дальше-то правильно идет. Тогда каким образом он 80 разделил на 9, и у него получилось 9? Вот это вопрос еще. Знаете, 80 разделить на 9 – там получится 8,1. А вот если 81 разделить на 9, то получится 9. Я удивлена, как у него здесь 9 получилось. Но может быть, он помнил, знаете. Ну, как бы, может быть, у него искажено понятие именно на 9. Таблица умножения запоминания какое-то элементарное. Ну, не знаю, почему получилось 9, но раз получилось 9, бог с ним, да. Дальше 9 умножаем на 5. Мы с вами 9 умножаем на 5, и получается 45. У него здесь получается 46. То есть, 46 здесь неверно. У нас должно получиться 45. Опять, дальше будет уже неверно. 45 плюс 27. Вот 45 плюс 27 должно получиться 72. У него получается 73. То есть, тут тоже неверно. Каким образом он 73 разделил на 8, и у него получилось 9, тут непонятно, да. Вот если 72 разделить на 8, то получится 9. А если разделить 73 на 8, то получится 9 целых, там тоже фиг десятых. Поэтому прям это... Как-то все удивительно у нас тут с вами. Все удивительно. Ну, 9 получилось же, что ж, да. Получилось-то 9. По итогу-то как будто бы все правильно. Дальше к 9 прибавляем 83. 9 плюс 83 должно получиться 92, да. 92, все правильно. 92 минус 17 у нас получается 75. Да, все правильно, 75. И 75 минус 58 у нас получается 17. Да, все правильно. На самом деле, не совсем я понимаю, каким образом вот получилось правильно, если по итогу было целых 3 ошибки. Ну, видимо, каким-то образом, каким-то образом, какими-то, я не знаю, с помощью какой-то невиданной силы извне, может быть, ему сообщали из космоса, может быть, еще где-то. Ну вот получилось 17 в конце, получилось все верно. Ну, у нас есть 3 ошибки. Никогда, если честно, такого не встречала, что по математической цепочке 3 ошибки, а в конце все равно получился верный результат. Ну, не знаю, не знаю, как-то это, знаете, сомнительный момент. Но у нас здесь есть 3 ошибки. 2, 3. То есть мы их никуда не вычеркнем. Хорошо, давайте едем дальше. Догадайся, какие числа нужно вставить в окошки. Вот у нас здесь даны окошки. Как вы можете понять, да, у нас здесь множитель 1 пропущен и, соответственно, произведение, да? Ну, логично, если рассуждать, да? Должно у нас здесь получиться, в первом, значит, прямоугольнике у нас должно получиться 24. Опять вспоминаем таблицу умножения. Для того, чтобы у нас, нужно вспомнить, да, 24 разделить на 4, у нас сколько получится? 6. Значит, мы записываем 6, потому что 4 умножить на 6 получится именно 24, да? Конечно, здесь вы можете еще и прибавлять, но не думаю, что это будет правильно. Посмотрим дальше. 9 и 81, и 9 еще пропущено. Для того, чтобы узнать нам второй множитель, нам нужно произведение, да, 81 разделить на 9. И получится 9, потому что 9 на 9 умножить получится 81. Дальше смотрим. 54 должно получиться, первый множитель есть, второй множители нет. Что мы здесь тоже должны сделать? Мы должны 54 разделить на 9, и того получится 6, потому что 9 на 6 будет 54. И последнее, да, 3 и 7 получится 21. Что нужно сделать? Ну, конечно же, умножить. Если мы 3 умножим на 7, то получится 21. Вот таким вот образом у нас тут с вами все получилось. На самом-то деле, как я уже говорила, да, работа не такая уж и сложная, но она бывает очень замуторной. Что значит замуторной? Это значит, что она, ну, требует таких вот, такой концентрации некоторых усилий, которые, в принципе, могут очень много энергии из ребенка забрать, очень много энергии у ребенка потратить. То есть, смотрите, сколько чисел, во-первых, нужно написать, в них не запутаться. Но, как мы уже здесь поняли, да, что ребенок, он немножечко запутался. До сих пор, опять же, не понимаю, как допустить можно было ошибки в цепочке примеров, да, и по итогу получить все равно правильный ответ. Почему я думаю, что так произошло? Ну, на самом деле, у меня вариантов немного, но вот чисто логически, да, если человеческий фактор принимать во внимание, то, возможно, он просто запомнил таблицу умножения на 9, там, да, и так далее, но не до конца и подогнал тот результат, который у него получился под правильный, да. То есть, 56 плюс 25 у него получилось 80, ага, что там 9, 9 и 80, ну, вроде бы 80 подходит, да, там 9 вроде, да, 9 на 9, ну, пусть будет 80, да, 9, 9 на 5, сколько там? Ну, вот запомнил, 46, вот я, кстати, опять-таки же, надо было 5 на 9 умножать, и тогда у него бы все получилось, ну, 5 на 9, 45, там, ну, несложно запомнить, да, вот 9 на 5, 45, хотя это тоже и в склад, и в лад идет. Ну, не знаю, 46 плюс 27, у него получается 73. Хорошо, 73 разделить на 8, что там на 8, 73, 72, ну, вроде подходит, ну, поделю, и вот таким вот образом, да, методом тыка, методом, я не знаю, там, каких-то догадок у него в итоге вот это все получилось. Ну, а здесь догадайся, какие числа нужно вставить в окошке, тут он справился, немножко небольшой диссонанс, да, из-за того, что вроде бы таблицу умножения знаем, а вроде бы как будто бы и сомневаемся, вот где-то знаем, где-то не знаем, но вот это как раз-таки особенность детской памяти, да, что-то они хорошо запоминают, а где-то, где мы можем быть уверены, что они все хорошо запомнили, они могут допустить ошибку. Ну, в любом случае, вот такая вот работа у нас получилась, давайте с вами поставим оценочку уже, дадим свой комментарий, и повстречаемся с вами воочию. За данную работу я поставила оценку 4, потому что там было 3 ошибки, да, вообще не совсем понятно, как при наличии ошибок в цепочке можно было получить правильный ответ, да, в конце. Ну, что ж, останется это нам с вами на разгадочку. Но все равно работа получилась не такой плохой, оценка 4 это всегда прекрасно, остается быть немного внимательным. На этой прекрасной ноте мы с вами заканчиваем, кому нравится контент такого формата, не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прожимать лайки, потому что обратная связь это очень-очень важно. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании. А с вами была Лера, увидимся в сентябре, всем до новых встреч, пока-пока!